Друзья, всем привет! Меня зовут Сеня, и я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Моя семья переехала в Краснодарский край, Тимрюкский район, в 2016 году с Урала, и с тех пор мы живем здесь. Ни для кого не секрет, что Кубань – это житница России, а Тимрюкский район – это место встречи трех морей – Черного, Азовского и Моря Вина. И сегодня я вам расскажу про наш районный центр – город Тимрюк. Перед просмотром этого видео поставьте лайк, подпишитесь на канал, если этого еще не сделали, и пошли знакомиться с этим прекрасным городом. На северо-западной оконечности Кубани, Таманском полуострове, на уникальном участке суши, вблизости от Азовского и Черного моря, а также вод Керченского пролива, находится административный и экономический центр района – город Тимрюк. Он расположился в 150 километрах с северо-западнее от Краснодара. Темрюк расположился на правом берегу реки Кубань и протянулся от нее до станицы Курчанской. На северо-востоке он граничит с Курчанским лиманом и находится всего лишь нескольких километров от берега Азовского моря. Это и делает его очень привлекательным для переезда многих северян. Город Тимрюк считается климатическим курортом с теплой зимой и жарким летом. Тимрюк считается одним из самых солнечных районов края. Это 235 дней в году с хорошей погодой. Сегодня город Тимрюк – это центр виноградарства и виноделия, ресосеяния и рыболовства, а также активно развивающихся международных портов и будущих курортов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Численность населения Тимрюка – 41 тысяча человек, и он является самым крупным населенным пунктом Таманского полуострова. Сегодня город Тимрюк известен туристам прежде всего как город воинской доблести, но также тысячи туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы посетить грязевые вулканы. Но грязевой вулканизм – это особенность не только города Тимрюка, а в целом Таманского полуострова. Отдыхающие приезжают сюда, чтобы покупаться в двух морях и принять грязевые ванны. Добраться до Тимрюка можно разными способами – на автобусе, на поезде, на самолете или на своем личном транспорте. После открытия новой железнодорожной станции «Тамань-Пассажирская» Тимрюк стал ближе. Но самым распространенным способом остается, конечно же, автобус, поскольку вы приедете прямо на Тимрюкскую автостанцию. Отсюда отправляются рейсы и до Краснодара, и до Крыма. А от площади перед торговым центром встречи можно уехать до столиц и поселков района. Одной из самых популярных достопримечательностей в городе Тимрюке, которая обязательна к посещению туристам, является военная горка – музей под открытым небом. Она находится на самой высокой точке города – на горе Миска, или на местном диалекте – на горе Мыска. Здесь представлены экземпляры военной техники под открытым небом. Это самолеты, танки, военные установки и корабли. Если говорить об инфраструктуре, то в Тимрюке есть несколько школ, больниц, много магазинов и торговых центров. А также самые колоритные места во всех городах – это что? Конечно же, рынки. Мы посетили один из рынков Тимрюка, покажем вам цены на продукты, так что досматривайте это видео до конца. Тимрюк – город портовый, и здесь никогда не было проблемы с рыбными ресурсами. Рядом азов, под боком Кубань, рыба всегда была в излишке. В советские годы фабрика номер 5 Тимрюкского рыбоконсервного завода специализировалась не только на рыбных, но и на плодо-овощных консервах. Среди выпускаемой продукции был томат, баклажаны, фаршированный перец, также изготавливали консервы из красной рыбы, сметаны с добавлением яиц. Перед самой войной даже выпустили экспериментальную партию консервов из догушачьих тушек и черепах в количестве 5000 банок. Но главным деликатесом, производимым на заводе, были консервы из раковых шеек. В годы Великой Отечественной войны до прихода немцев консервный завод выпускал рыбные сухари в солдатских пайках для фронта. Сегодня Тимрюк продолжает нести былую славу центра рыболовства и рыбоводства. На прилавках рынков можно встретить огромный ассортимент рыбы на любой вкус и кошелек. Зайдя на рынок, ароматы стоят невероятные. Так и хочется взять какую-нибудь копченую рыбку. А может, хотите попробовать скат? Пожалуйста, абсолютно несложно найти здесь и такую экзотику. Конечно, те, кто рассматривает район или город Тимрюк в качестве постоянного места жительства, в первую очередь задумываются о работе. Поэтому стоит сказать об основных экономических векторах, в которых сегодня развивается район в целом. На всех этих предприятиях трудятся не только жители Тимрюкского района, но и ближайшие соседи Санапского и Славянского районов. Сегодня на территории района рыбную отрасль осуществляют два кооператива, шесть предприятий, а также индивидуальные предприниматели. Лидером производства является Корчанский. Вслед за ним идут такие предприятия, как Труженик моря и РЕН-Топ Агропять. Переработку рыбной продукции осуществляет консервный цех Омега. Еще одним уникальным предприятием является осетровый рыбный завод. Здесь уже много лет упорно трудятся над восстановлением популяции рыб осетровых пород в Азовском море. Сюда, кстати, можно попасть на экскурсию. Сельское хозяйство района представлено такими отраслями, как растеневодство, рисоводство и мелиорация. Производятся многолетние насаждения фруктовых садов и виноградников. Развивается животноводство. Виноградарство является ведущей отраслью муниципального образования Тимрюкский район. Возделыванием виноградников в районе занимается 18 специализированных хозяйств. Также в районе находятся два виноградных питомника, которые являются передовыми в отрасли виноградовства на территории Российской Федерации. Это агрофирма «Южная» и группа компаний «Фанагорея». В винодельческой отрасли находятся 13 компаний. Среди них Кубань-Вино, Долина, Кубанская Лоза, Кубанские Вина, Шато-Тамань, Мильстрим Черноморские Вина, Вилла Романов, Фанагорея, Юбилейная, Коньячный завод Тимрюк и другие. На территории района силами темрючан выращивают озимые колоссовые и зернобобовые культуры – кукуруза, подсолнечник и рис, и, конечно, бахча. По инициативе фермеров-бахчеводов появился фестиваль «Арбузный рай», который привлекает гостей со всех уголков России своей широтой и разнообразием продукции бахчеводства. Сельское хозяйство района немыслимо без системы орошения. Земли орошаются расположены на территории района девятью насосными станциями, находящимися на балансе управления Кубань-Милия-Водхоз. Невозможно не заметить, проезжая по району, большое количество фруктовых садов. Так, хтосианско-фермерские хозяйства поставляют свежие плоды пансионаты города-курорта Анапа, Геленджика и Темрюкского района. Реализация ведется также через специализированные палатки фермерского хозяйства под брендов «Персиковый рай» – Темрюк, Голубицкую, поселок Пересыпь и город Краснодар. С производством животномоческой продукции по выращиванию и содержанию крупного рогатого скота в Темрюкском районе задействовано 12 предприятий. Из них 4 предприятия по производству молока и 8 предприятий по производству мяса. Откуда у вас молоко? Татарки? Это волна революции, да? Называется так? Ага. Вот так вот наливают молочко. Ага. Темрюк разделен на несколько районов. В каждом из районов своя инфраструктура, свои детские сады и школы, свои магазинчики. Если вы являетесь жителем города Темрюка, напишите в комментариях, какой район города вы считаете самым комфортным для проживания. Давайте общаться, делиться информацией в комментариях. А пока предлагаю проехаться по некоторым улочкам города и посмотреть на него с окна автомобиля. Не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Самым большим магазином в Темрюке является Южный город, хотя он и не является центром притяжения горожан и жителей района. Ведь основная масса людей пересекается все-таки на рынках, где можно купить разнообразную фермерскую продукцию. Темрюк создает впечатление небольшого провинциального городка, в котором уютно, а на улочках достаточно чисто. Ну и хотелось бы задать вам вопрос, были ли вы тут и какое впечатление сложилось у вас о городе Темрюке? Ну и хотелось бы задать вам вопрос. А это единственный большой кинотеатр в городе Темрюк, который называется Тамань 3D. Находится он по адресу Горького, 52. И, соответственно, жители города Темрюка имеют возможность посетить кино, посмотреть фильмы. Это одно из таких развлечений в городе Темрюк. Конечно, стоит сказать и о рынке. Мы посетили вечерний рынок, который работает во вторую половину дня. Есть и основной рынок, он находится около автостанции и работает он в утренние часы. Нужно успевать. Так как мы оказались чуть позже в городе, то просто-напросто не успели на него. На вечернем рынке можно купить и фрукты, и овощи, и рыбу, и мясо, и молочную продукцию. Снимая на рынке, конечно же, мы привлекли много внимания. Не обошлось без вопросов, а кто мы такие, почему снимаем. Я, как всегда, достаточно положительно стараюсь общаться с местными жителями, но не всегда встречаюсь в такую же реакцию. А, цены Темрюка? Кто-то от души посмеялся на мой ответ, что мы из Роспотребнадзора. Кто-то стал запрещать снимать их товар или достаточно агрессивно вести себя по отношению к нам. Менталитет, спросите вы. Знаете, я оставлю этот вопрос без ответа. Решайте сами. Следующее место, где мы побывали, это у местной поликлиники. Есть здесь еще и больница, но находится она чуть подальше. Самогеографическое положение Темрюкского района обязывает его быть крупным промышленным центром. Располагаясь в юго-западной части Краснодарского края, на Таманском полуострове, район непосредственно граничит с Республикой Крым, имеет прибрежную линию Азорского и Черного морей, что позволяет достаточно успешно развивать морские порты Кавказ, Тамани, Темрюк. В районе три порта. Назовите хоть один район Кубани, где будет столько портов, учитывая то, что на территории Краснодарского края их всего девять. И три находятся в нашем районе. Сегодня в районе более 140 организаций и предприятий в сфере промышленности. В организациях промышленности на сегодняшний день работает более 7 тысяч человек. И 97% это не пищевая промышленность. И теперь я наконец-то отвечу всем тем людям, которые говорят, что в нашем районе негде работать, что тут все сидят у моря и ждут погоды. К пищевой промышленности мы можем отнести винные компании, о которых сегодня уже была речь, а также сыроварни. Одна из которых находится в станице Запорожской, сыроварня ООН, а другая в Темрюке, которая является по совместительству фермой и экскурсионной площадкой Коза-Хутор. Помимо прочего, это всевозможные пекарни, которые располагаются не только в городе Темрюке, но и в станице Тамань. В морском порту Тамань находится предприятие «Таманский завод переработки масла семян» компании «Эвка», на котором сегодня трудится более 1200 человек. Одним из самых крупных предприятий района является, конечно, «Тамань-нефтегаз» в порте Тамань. Это один из ведущих участников рынка перевозки нефтеналивных грузов, где работает большое количество жителей района, а также кадры Санапы, Новороссийска и Славенска на Кубани. Очень много рабочих приезжают сюда работать вахтовым методом с более отдаленных районов Кубани, где зачастую большие проблемы с работой. Если у вас остаются вопросы относительно того, где же работать в Темрюке, я рекомендую зайти на сайт Центра занятости Темрюкского района и ознакомиться с вакансиями и заработными платами. Не стоит забывать и про госучреждения, детские сады, школы, больницы, а также сферу обслуживания, в которых работает определенный процент темрючан. Очень часто жители работают не в том месте, где живут, а добираются корпоративными бесплатными автобусами или на своих автомобилях до места работы. Поэтому это вполне нормально, если человек живет в Темрюке, а ездит на работу в Порт-Тамань или наоборот, живет в Станице, а работает в городе. Ну и, конечно, хорошо, если вам повезет найти работу в том месте, где вы живете. Ну что ж, вот сегодня вам попыталась показать город Темрюк, центр нашего Темрюкского района, место, в котором мы живем. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно было полезным. Я старалась рассказать как можно более полную информацию. Не забывайте писать свои добрые комментарии. Оставайтесь со мной, и мы с вами увидимся в следующем ролике. Всем спасибо, всем пока!